Кошмар Я в основу положу личный опыт. Вырос, получил хорошее образование, увлекался спортом, делал карьеру. Выезжал на несколько лет за границу. Казалось бы, что тебе еще надо? Здоров, хорошее жилье, семья, заработки. Но при этом во мне все время звучала непонятная нота неудовлетворенности. В результате нарастала какая-то пустота внутренняя, которую ничем нельзя было заглушить. Отброшу подробности, это долго рассказывать, какие обстоятельства привели меня к вере. Взялся за себя, критически рассмотрел свой характер и удалось со временем изменить свое отношение к жизни, подправить эмоциональный фон. В результате улучшилось здоровье, заметил изменения в судьбе позитивные. И самое интересное, вселенская пустота во мне стала исчезать. Позднее, когда приобрел достаточный опыт, я понял всю иерархию наших человеческих заблуждений. И постепенно, избавляясь от них, чувствовал нарастающую радость. Состояние безнадежности уходит. Осознал, что зло конечное, с ним можно прекрасно бороться. В процессе работы над собой, с удивлением обнаружил, что в формировании моих личностных отношений с Богом, рассудок, именно рассудок, с бешенством мне же и оппонирует, пытается сопротивляться. Как будто во мне два существа. Один за веру, а другой нафига тебе это надо? Факты, свидетельствующие о позитивных сдвигах в судьбе, постепенно множились. Именно факты и стали главными аргументами в противостоянии с рассудком. Кто же пытается контролировать наши мозги? Это вопрос вопросов. Есть немалые силы, конечно, которые пытаются оставить нас невеждами в главных жизненных вопросах. Но мне кажется, их время истекает. Колокола Вселенной бьют на бат, идет суд. Вот в заключение и хочу сказать, что спустя годы я понял смысл жизни становиться сильным, достойным, независимым человеком, не рабом обстоятельств и хозяин.